Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 23 июня. Работая в местной мастерской, Кристофер Шауз и его компаньон Карлос Гетдин придумали аппарат для последовательной нумерации книжных страниц. От этого простого устройства и ведет свое начало пишущая машинка. Машинка Шауза, запатентованная 23 июня 1868 года, была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. Однако, именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка Куэрты – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Именно так выглядели клавиши на клавиатуре Шауза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было, изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой И, да и шифт был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же самой. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шаул за не было, и он продал право на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. После гражданской войны в США, 1861-1865 годы, фирма Ремингтон, расширив ассортимент своей продукции, кроме оружия начала выпускать швейные машинки. Это отразилось и на моделях пишущих машинок. Их украсили веселыми цветочными узорами и стали крепить на станину швейной машинки таким образом, что нажатие на педаль вызывало возврат каретки. Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок, в том числе и такие, которые позволяли сразу же видеть отпечатанный текст, а также модели со смены регистра, на которых можно было печатать и строчными, и прописными буквами. Эффективность усовершенствованных моделей и тот факт, что они не мажут и не сажают чернильных клякс, в конце концов, рассеяли все сомнения предпринимателей, и пишущая машинка стала распространенным орудием труда. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.